Здравствуйте! Всем большой привет из Сибири! Сегодня мы читаем рассказ Уильяма Джаджа «Опрощающий глаз». Этот рассказ не из тех небылиц, в которых действует мистический невероятный монстр, подобный голове Раху, который, как верят простые индусы, прогадывает Луну во время каждого затмения. Раху – ничто другое, как сказка, грубо олицетворяющая факт, что тень Земли скрывает белый диск. Я рассказываю вам о настоящем человеческом глазе, скитается искателе, просителе, глазе, пронзительном и очаровывающем тебя, как змея завораживает птицу, выискивающем в твоей природе то, что там невозможно найти. О таком глазе, как этот, иногда говорят, что сейчас различные люди, но они видят его на психическом плане, в астральном свете. Его никогда не видели или чувствовали в свете дня, двигающемся вокруг, подобно другим предметам. Этот вопрощающийся глаз, о котором я опишу, существовал на чудесном и священном острове, где в далекие времена прошлого происходило так много разных событий. О да, это все тот же священный остров, теперь скрытый, и сила его, как думают некоторые, пропала навсегда. Но его истинная сила духовная, и хотя у нас современников не знают духовного, заботясь лишь о временной славе, старые достоинства острова должны однажды возвратиться к нему снова. Какие странные и призначные формы все еще плывут вокруг его берегов, какие странные и тихие нашептывания проскальзывают через его горы. А когда день едва начинает переходить вечер, его эльфы, внезапно вспоминающие о своих прежних человеческих правителях, иногда превратившихся в людей, в какой-то мере их боящихся, собираются на миг около места, где похоронена тайна, а потом, вздыхая, улетают. Это здесь впервые увидели вопрощающий глаз. Простого серого цвета, в дневное время он был пронзительным, настойчивым, и всегда устремленным к тому, чтобы выяснить что-то определенное, от чего и нельзя его было отвлечь. Ночью он освещался своим собственным светом, его видели движущимся над островом, иногда быстро, иногда медленно, как будто бы он был настроен искать то, что не находил. Люди боялись этого глаза, хотя в те времена они привыкли, как всякого рода магическим происшествиям, теперь неизвестным большинству людей на Западе. Поначалу те, кого он раздражал, старались уничтожить его или поймать его, но безуспешно, потому что в тот момент, когда они предпринимали такую попытку, глаз исчезал. Он никогда не проявлял ненависти, но казалось, у него была определенная задача и стремление к четко поставленной цели. Даже те, кто пытались уничтожить его, были удивлены, что не находили угрозы в его глубине, когда в темноте ночи он, снова приглядываясь, плыл над их постелью. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме меня, знал о событии, с которыми связано первое появление этого удивительного скитальца или о том, по чему этот глаз принадлежал. Я был связан с секретом и не мог его открыть. В том же самом древнем храме на башне, о котором я упоминал раньше, жил старый человек, с которым мы всегда поддерживали тесную дружбу. Он был спорщиком и скептиком, однако ужасно искренне и всерьез хотел знать истину о природе и постоянно говорил, «Если бы я только знал истину, это все, что я хочу знать, но какие бы я ни предлагала решения, полученные от моих учителей, он всегда терялся в бесконечных сомнениях». В храме ходили слухи, что он появился на свет с таким умом. Он был известен высшим лицам как скептик, как тот, кто в предшествующей жизни постоянно высказывал сомнения в возможности решений и выполнении каких-то действий, просто для того, чтобы услышать предлагаемые решения, но без всякого желания что-то доказывать. После многих лет таких бесполезных дискуссий он поклялся искать только правду. Но карма, накопленная привычкой так жить, не исчерпалась в том рождении, когда я встретился с ним. Он был душевным, искренним человеком, но ему мешала пагубная привычка предшествующей жизни. Таким образом, решение, которое он искал, всегда было так близко, но никогда не находилось. В конце жизни, о которой я рассказываю, он был убежден, что в специальной практике он может сконцентрировать в своем глазу не только способность видеть, но и другие способности. Он упрямо приступил к задаче, несмотря на мой сильный протест. Постепенно его глаза приобрели совершенно невероятное пронизывающее выражение, которое усиливалось всегда, когда он погружался в спор. Это единственное, к чему была привержена его душа. Он все еще страдал от кармы сомнения. Он заболел, и поскольку был стар, приблизился к смерти. Однажды вечером, по просьбе старца, я пришел навестить его. Подойдя к постели, я нашел его умирающим. Мы были одни. Он говорил очень печально, но без напряжения. Приближение к смерти многое прояснило для него. По мере того, как проходило время, его глаза с просящим вопросительным выражением становились все более невероятно пронизывающие, чем когда-либо. «А-а-а!» – сказал он. «Я опять ошибся. Но это только карма. Я добился успеха во всем, кроме одного. И это всегда будет замедлять мой прогресс». «Что же это?» – спросил я. Казалось, что выражение его глаз охватывает будущее, когда он сказал мне, что специальная практика вынуждает его оставаться прикованным к его наиболее сильному правому глазу на долгое время, до тех пор, пока силы энергии, израсходованной на приобретение этого одного совершенства, будет истрачены. Я видела, как его черты медленно охватывают смерть. И когда подумал, что он мертв, он, внезапно собрав силы, попросил меня пообещать не разглашать тайну. И угас. Пока он умирал, стемнело, его тело охладело, и в темноте я увидел ярко светящийся человеческий глаз, смотрящий на меня. Это был его глаз, я узнал его выражение. Все его особенности и способ мышления, казалось, прикрепились к нему, и оттуда переносились на меня. Потом он подвернулся от меня, вскоре исчез. Его тело захоронили, никто не знал об этом, кроме меня и наших старших. Но еще много лет потом его вопрощающий глаз видели в каждой части острова, всегда ищущий, всегда спрашивающий, но никогда не ждущий ответа. Здравствуйте! Здравствуйте!